Мы просим, Господь, благоволи к нам и продолжай снаряжать нас для битвы. Вооружи нас ревностной заботой о святости перед лицом Твоим. Приготовь Твоих служителей, Господь, к даче строгого отчета. Славим имя Твое, Господь, ибо Твоя есть победа и слава и величие. Отныне и навечно. Аминь. Мужайтесь, воспряньте, будьте мужественны в этой борьбе с грехом. Какой грех преследует вас, если он у вас есть? Может, вы поздно ложитесь или поздно встаете? Может быть, вы не молитесь? Может, это чревоугодие? Может быть, это глупые разговоры? Может быть, это лень? Или другая форма похоти? Я не знаю конкретно, мне не нужно, по сути, знать тот грех, что преследует вас. Вы знаете его сами. Что бы это ни было, это стоит перед вами. Стоит перед вами, как Голиаф, бросая вызов силе живого Христа. И вы позволите этой вещи поносить имя Господа? Почему бы не встать и, ободрившись, не ударить ее в голову, как Давид? Или же сделать это, как Давид сделал с его семьями? И Давид, и весь Израиль пошел в Иерусалим, в который есть Иевус, где были Иевусеи, жители той земли. И жители Иевуса сказали ему, «Ты не войдешь сюда!» Но, тем не менее, Давид взял замок Сион, который является городом Давида. Вот вы здесь. Вы имеете вот эту победу, и ту победу, и любую другую победу в прекрасной и светлой земле Ханаана. Вы вкусили молока и меда. Вы увидели их изгнание. И перед вами эта твердыня. Твердыня Иевусеев. И они говорят вам, «Ты не должен приходить сюда!» «Ты не войдешь сюда!» «Ты не победишь!» «Победы не будет!» «Ты сюда не войдешь!» Дьявол говорит вам это, словно те Иевусеи. Внимательно посмотрите на следующие слова. «Тем не менее!» «Тем не менее!» Давид взял его. Он вошел. Все это ни капли его не смутило. Мы возьмем его точно так же, как брали остальные. Мужайтесь, наберитесь мужества. Помните пример Давида и Иевусеев. Будьте радикальными в борьбе с запинающим вас грехом. Будьте радикальны. Опять же, мне нравятся слова Давида из 17-го псалма. Он сказал, «Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их, поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои». Помните, что он сделал с Голиафом. Он не только ударил его в голову, но он взял меч и отрезал ему голову, чтобы быть уверенным в том, что он не встанет. «Я поражаю их, и они не могут встать». Не играйтесь с грехом, не ищите половинчатой победы. Не нужно с ним баловаться. Вот человек с проблемой обжорства и ожирения. И то, что он делает, так это избегает измерения веса и массу диет, вместо того, чтобы быть радикальным и идти к самому корню этого и вырывать сорняк с корнем. Почему бы не объявить пост? Почему бы не признать свое поражение и разобраться с этим? Вы идете к врачу, который прописывает вам таблетки. Это правильно, не так ли, доктор Кэмпбелл? Он предписывает вам эти таблетки и говорит, «Убедись, пациент, убедись, что ты принял их все. Не принимай половину и затем бросай. У тебя может случиться рецидив. Прими все таблетки и убедись, покончи с ними всеми. Будьте радикальными. Будьте настойчивыми, чтобы одержать победу над преследующим вас грехом. Будьте настойчивыми. Если у вас болит рука или что-либо еще, то недостаточно нанести мазь лишь один раз. Вам нужно продолжать применять и применять, применять регулярно, настойчиво, каждый день, пока рука не исцелится. Продолжайте и продолжайте в том же духе. Расправьтесь с болезнью. Следующее, что вам нужно, если вы хотите победить, осаждающий вас грех, это бдительность. Вспомните пример сирийцев. Первая царств 20 глава. Здесь Господь невероятно дал царю Ахаву, нечестивому человеку Ахаву, победу над сирийцами, а затем и над Винодадом. И что же произошло? Пророк пришел к Ахаву и сказал, «Ты иди и укрепляйся, потому что они вернутся в конце года». Вот так и с дьяволом. Он оставил Господа до подходящего времени. Остерегайтесь, берегитесь, будьте бдительны, потому что Он вернется, чтобы попытаться снова войти в вашу жизнь и прочно обосноваться в вас. И если это произойдет, то это может стать в 7 раз хуже, чем было в первый раз. То, к чему мы призываем, братья, так это без остатка отдать свою жизнь Богу. Всю жизнь Богу. Быть неистовым в делах царства, радикальным стремлением к Господу и в делах святости. Вы не узнаете, насколько вы реально посвящены. Вы не узнаете, насколько вы реально посвящены, пока не одержите победу над этим осаждающим вас грехом. До тех пор, пока вы не будете сражаться в пылу сражения. И вы не узнаете тех богатств, что есть у Господа для вас, пока не разберетесь с этим осаждающим вас грехом. Богатств мира, славы, добра и радости. Вы не узнаете богатств, которые Господь приготовил для вас, пока у вас не будет положено на алтарь все. Мне однажды рассказывали историю, кажется, о Чингисхане. Это тот человек, который мчался по земле, летел по земле со своей армией, захватывая один город за другим, и они пришли в некий город, и там они брали все, что хотели, в неком буддистском храме или в чем-то подобном. И они вошли в тот храм, и там они вошли во внутреннее святилище, и они нашли священников, все эти священники склонились вокруг своего могучего идола. И главный первосвященник поднялся, подошел к тому великому вождю и умолял его, «Бери все, бери все, что угодно, но не мог бы ты только пощадить вот эту святыню». И вошь сначала сказал, «Ладно». Но потом он подумал, «Нет, разбейте ее!» И они уронили этого идола, раскололи его на части, и оттуда посыпались ведра драгоценностей. Если бы он только мог сохранить хоть одну твертыню греха в нашей жизни, он знает, что он сдерживает богатство Господне от нас. «Одержать победу над осаждающим вас грехом — это значит верить Богу». Имейте веру в Бога. Вот о чем кричали все те свидетели в главе 11 послания к евреям. «Верой! Верой! Верой!» «Имейте веру в Бога!» И действительно, что это за грех, который слишком велик для Господа? Разве не для этого Господь пришел, чтобы освободить свой народ от грехов? Разве не об этом сказано в послании к Титу 2.14, «Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам?» 2 Тимофея 4.18, «Избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства». И там говорится от всякого, от любого. Разве в крови нет силы разобраться с тем, что кажется таким невозможным в вашей жизни, что кажется таким непобедимым в вашей жизни? Разве Бога недостаточно? Разве Господа недостаточно и крови? Разве недостаточно креста? И на самом деле, все ваши попытки терпеть грех и быть толерантным с ним являются в неком смысле богохуйством, ибо вы оскорбляете крест крестов. И брат Лейтер проповедовал о доктрине Возрождения. И вот о чем речь. Если это не победа над грехом, то вообще не важно, что это такое. Господь дал нам новое сердце, и теперь совершенно естественно. Быть свободными от греха. Вполне естественно бороться с грехом. Вполне естественно наблюдать, как эти грехи отпадают. Это естественная вещь. Именно так Бог держит нас в боевом духе. И поэтому вам это не нужно. Вам не нужно мириться с этим. Вам не нужно терпеть это. Вам не нужно продолжать все это практиковать. Вот она победа. Она прямо у вас под рукой. Это уже в вас. Верьте Богу. Пользуйтесь моментом. Выписывайте чек, который Бог положил здесь перед вами. Заполняйте его. Совершенно естественно. Вы вкусили, что благ Господь. И чему же учит вас эта благодать? Титул 2.11 говорит, что явилась благодать Божия, которая учит вас, активно учит вас, отвергать нечестие и мирскую похоть, жить трезво, честно и благочестиво в этом нынешнем мире. Вот что делает благодать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...